Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». В микрофон работает Светлана Занько. И своё особое мнение сегодня высказывает Денис Ерохин, депутат Кировской городской думы, председатель комиссии по ЖКХ транспорту, экологии и жизнеобеспечению. Денис, добрый день. Добрый день. На минувшей неделе, в четверг, состоялось заседание комиссии, которую вы возглавляете. И на заседании этой комиссии вы вынесли на обсуждение очень интересный вопрос. Я не припомню, чтобы он поднимался. И поскольку этот вопрос касается очень многих людей, очень многих жителей и территории городской в целом, то его имеет смысл поподробнее обсудить сегодня в эфире. Итак, вы говорили о тех территориях, где когда-то стояли старые дома, деревяшки, их сносили, и на этих местах образовывались либо свалки, либо запущенные какие-то территории, либо эти территории были использованы под строительство, например, детского садика, как это было у нас в городе, где недавно, не очень давно, просел грунт, и туда упала маленькая девочка. И это было отправной точкой вашего расследования? Да, эта история, она на протяжении многих лет, это сама речь идет о тех площадках, значит, где раньше стояли дома, которые были расселены по программе переселения из ветхого аварийного жилья. Большую часть денег по данной программе выделялась из федерального бюджета. После расселения данных домов почему-то администрация стасила данные дома за счет бюджета. Мы, значит, подняли все документы, посмотрели, объехали несколько домов. Везде история одна и та же. На месте, где были, так назовем в кавычках, снесенные дома, фактически находятся свалки. По документам в данных домах должно быть полностью убраны фундаменты, убраны под поле, вывезен весь мусор и отсыпаны грунтом. Фактически, вот то, что мы увидели, этого ничего нет. То есть, с уверенностью можно сказать, что у нас по данной программе снесено более 100 домов. И там, где данные участки не вовлечены в какую-то стройку, то это фактически свалки. Это свалки на территории города. По данному вопросу у многих депутатов было обращение в правоохранительные органы. Сейчас в правоохранительные органы разбираются, кто будет за данный вопрос отвечать. В первую очередь, это подрядчики, те, которые недобросовестно сделали свою работу, и за нее они получили денежные средства из бюджета в полном объеме. Ну и второе, это работники администрации, те, кто принимал данные виды работ. И подрядчики сейчас об этом и говорят, что у нас все принято, и со стороны администрации к нам никаких вопросов не было. Поэтому я думаю, что правоохранительные органы разберутся, кто будет отвечать и примут какие-то процессуальные решения. У меня сразу несколько вопросов здесь возникает. А в тех заданиях, вы смотрели тех задания на снос и устройство этой территории, там были заложены выемки фундаментов, отсыпка грунтом? По факту они должны были, подрядчики, судя по вашим словам, сдавать участки полностью ровные, готовые под либо строительство, либо, например, под те же скверы, под детские площадки и прочее? Под парковки. Да, в каждой технической документации, в каждой смете именно было то, что обязательно выемка всех, так скажем, подземных частей. Но подрядчики объясняют это тем, что мы боялись, так скажем, залазить в фундаментную часть из-за того, что там могли быть и кабеля, и какие-то трубы, и еще что-то. Но везде, в документации, в сметах именно все это есть, и за это были оплачены денежные средства. Более 100 домов, вы говорите? Более 100 домов, которые только за последние два года было стесено 38 домов. Можем ли мы сказать, о каких суммах идет речь? За последние два года денежные средства, которые были потрачены на снос домов, это более 8 миллионов рублей. Но это только за последние два года. Фактически, я думаю, что сумма на порядок больше. А какие компании занимаются подобными вещами? Там несколько компаний, там есть и ИП, и какие-то ложки, поэтому там их буквально, там даже, так скажем, несколько, а все одни и те же. То есть там две, по-моему, ложки и два ИПшника. По-моему, как-то так. То есть, с одной стороны, мы видим нарушение вот этих компаний, нарушение технического регламента и неисполнение своих обязательств, а с другой стороны, вы отметили, что именно в таком виде городская администрация в лицах каких-то чиновников, известных нам, судя по тому, что вы пишете, принимали эти работы, мы даже можем назвать фамилию. Да, я думаю, что следствие установит конечных, так скажем, кто самоответственных, но на сегодняшний день это управление УЖХ, это Кашурников Андрей Ильич, который много лет возглавлял данное управление, ну и, соответственно, его подчиненные. А с самим Кашурниковым разговор шел? Потому что вот с подрядчиками вы поговорили, а с Андреем Кашурниковым? С Кашурниковым мы перед этим на комиссии как раз задавали ему вопросы по снесенным домам. Некоторые депутаты были возмущены, почему данные дома стосятся за счет бюджета, хотя, допустим, в центре есть там участки, которые, в принципе, вполне можно было стести за счет каких-то инвесторов. Не всем обязательно строить там 20-этажные дома, то есть если говорить о том, что участки под данными домами не очень большие, то ведь кому-то на административное какое-то здание построить, кому-то там может одноэтажное, еще что-то. То есть это можно было бы все как-то обыграть в архитектурном стиле, и город бы украшался данными строениями, но вместо вот этого у нас тратились бюджетные деньги и появлялись помойки. Сейчас будет расследование? Да, оно уже идет, и я думаю, что продолжение мы это увидим, услышим. У меня еще по данным снесенным домам вопрос такой, который меня интересует, но пока я на него не могу сказать ответа. Дело в том, что мне непонятно, как определялись именно, как объявлялись те или иные аварийные дома. То есть у нас аварийных домов очень много, и почему-то хаотичность их сноса, она как бы вообще удивляет. То есть мы сначала сносим там дом в центре, потом едем в Вересники, потом едем в Коминтерн, потом еще скачем по всему городу, и в конечном итоге там нигде не видно ощутимого какого-то результата. Сейчас, насколько мне известно, правоохранительные органы будут проверять еще те моменты. перед признанием дома аварийным не было ли там таких историй, как, например, кто-то зарегистрировался, или кто-то что-то приобрел, какие-то комнаты, и вдруг там... Конкретно под программу проселения. Под программу, да. И потом из бюджета вынуждены им предоставлять какое-то более благоустроенное жилье. Вот этот вопрос, мне кажется, сейчас тоже он как бы актуален, и я думаю, что у него тоже какая-то история наверняка будет. Вы лично будете следить за этим процессом? Денис Ерохин, депутат Кировской городской думы, председатель комиссии по ЖКХ транспорта, экологии и жизнеобеспечению. У нас в программе особое мнение. История требует продолжения, потому что когда вы... Вот сейчас мы обозначили вещи непонятные по затратам из бюджета, непонятная система сноса этих домов, возможно, какой-то коррупционный интерес, как вообще распространялась эта информация, как планировалась эта работа. Но еще история этих участков, а их больше ста, которые остались в городе Кирове и превратились сейчас в свалки, например. Они тоже не должны зиять какими-то ранами на теле города, и они должны преобразовываться в какие-то правильные пространства. Понятно, когда этот участок отдается действительно под административное здание или под какое-то небольшое жилое строение. Но некоторые из них и туда, и сюда непригодны, и они уже переведены в зоны общественных пространств, детские площадки, парковки и скверы, например. Но на таких вот развалинах, и опять возвращаемся к трагедии в детском садике, их делать опасно. Кто этим должен заниматься? Как к этому относиться? А с другой стороны, это, в общем-то, в городскую казну устройство какого-то сквера вроде бы, на первый взгляд, особых не принесет там денег? Кто за это может взяться? Значит, ну, они не принесут денег, но они принесут скверы и благоустройство нашего города, и, так скажем, площадки отдыха кировчан. Это тоже немаловажно. На сегодняшний день, если говорить о тех площадках под снесенными домами, то я считаю, что там, наверное, невозможно на сегодняшний день строить детские площадки, если мы не хотим повторения такой трагедии, как в детском садике. В детском садике был снесен дом в 87-м году, и спустя 30 лет все это провалилось, и чуть не погиб ребенок. Я считаю, что если даже город сейчас точнет передавать каким-то близлежащим домам, чтобы они там оборудовали какие-то скверы, детские площадки и еще чего-то, то минимум, получается, надо заново провести все те работы, за которые уже бюджет заплатил. Надо выкопать эти фундаменты, надо убрать эти полы, надо действительно все отсыпать грунтом, вывести весь этот мусор, полки, доски с гвоздями, то есть чтобы действительно люди смогли как-то там обустроить, что-то сделать. А на какие деньги это делать? Ну, я считаю, что если у нас есть интересные площадки в центре, которые могут кого-то заинтересовать, например, инвесторов, то почему бы им участвовать в тех, где действительно ничего не построить, либо там действительно есть необходимость в детской площадке, может быть, в парковке, может быть, в каком-то сквере. То есть я считаю, что в том числе задача тех, кому интересна данная территория. Прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, это особое мнение Дениса Ирохина. Программа «Особое мнение» в эфире. У микрофона работает Светлана Занько. «Особое мнение» высказывает Денис Ирохин, депутат Кировской городской думы, председатель комиссии по ЖКХ, транспорту, экологии и жизнеобеспечению. Еще хотелось пару слов сказать про вот эти 100 участков на территории города Кирова, где под расселенными домами и снесенными деревяшками остались неубранные фундаменты, и непонятно, что с этими территориями делать. Мы напомним, что в 2016 году как раз эти территории были предложены под проект 30 скверов, и некоторые из этих территорий жители сами и инвесторы, которые благотворительно хотели устроить скверы, как раз забронировали. Потом процесс этот весь застопорился, и теперь он сталкивается с новой проблемой, как раз того, что эти площадки необходимо заново перерабатывать, засыпать и смотреть, что с ними делать. И это совершенно другие деньги, чем просто посадить деревья, кусты и цветы. В нашей администрации время от времени появляются новые лица. Так появился господин Ященко, заместитель сити-менеджера Ильи Шульгина, который, в общем-то, должен был принимать участие и инициировать разработку новых правил по благоустройству. Мы до сих пор не можем понять, в чем они заключаются и как они будут работать. Вот прошло несколько заседаний, окончательные презентации, так что было понятно даже нам. В общем, не было. С другой стороны, появился господин Карпинский, который долгое время работал в Сочи и теперь отвечает за инвестиционную привлекательность нашего города. Тоже очень хорошая, на первый взгляд, инициатива, потому что, судя по всему, это и его задача в том числе использовать эти территории так, чтобы они работали для населения городского, но и инвесторы, которые вкладывают в это деньги, тоже получали какие-то свои бонусы. Вот вы себе представляете, на первый взгляд, какую-нибудь элементарную схему, как можно было бы инвестора заинтересовать устроить там один, два, три сквера, чтобы убрать эти свалки и сделать общественное пространство, но и получить свою выгоду, потому что это же бизнес. То, что у нас появился зам по инвестициям в городе, я считаю, это большой-большой плюс. Это втушает, в первую очередь, надежду, что у нас все-таки интересны кому-то инвестиции в городе, и кто-то хочет их привлечь хотя бы. Давайте начнем с этого. то, что у нас, к сожалению, за 10 лет уже мы не то, что там стояли на месте, мы семимильными шагами откатывались назад, и мне кажется, мы потеряли то самое золотое время, вот так скажем, когда было в стране достаточное количество денег, когда все у нас, вся экономика была до подъема, и выделялись громадные деньги, в том числе на благоустройство, все мы помним программу дворов, там, на дороге и прочее. Почему-то мы от этого ничего ощутимого не видим. Как у нас все происходило до этого, ну, мы видим, вот на примере этих же стесенных домов, ну, мы говорили и с Ященко, в том числе, на эту тему, он говорит, ну, что сносить дома за счет бюджета, ну, это минимум, ну, глупость. Вполне можно все эти вещи делать за счет инвесторов, и те вот деньги, которые мы тратим на это, их как раз доправлять на эти же детские садики, школы, на ремонт детских, там, школ, садиков, спортивных школ. Я считаю, что это была какая-то коррупционная схема, но это задача правоохранительных органов уже в этом разобраться, это мое мнение. Поэтому, как можно привлечь? Привлечь можно, предоставив участок, допустим, на каких-то условиях под строительство, там, заобязать построить 2, 3, 4 сквера. Как это законодательно? Ну, я сейчас не готов это обсуждать, не готов сказать, но я думаю, что это как-то возможно. И тогда, именно чтобы инвесторы делали это качественно, а не так, лишь бы как бы для галочки. Я думаю, что такие люди есть, кому это интересно было бы в городе. И почему раньше не велась эта работа, ну, мне объяснение только одно, потому что это была чья-то история, чья-то кормушка, и вот кто-то этим занимался. Если мы заговорили о новых лицах в городской администрации, то я хотела бы попросить вас архарктизовать еще одну персону, которая, возможно, в ближайшее время возглавит Департамент образования и соцразвития. Это Лариса Анатольевна Копысова, ваш коллега и депутат по городской думе. Председатель комиссии. Председатель комиссии, как раз по профилю этому же. Я знаю, что вы ее вообще очень давно знаете. Да, я еще ее знаю, когда она учила меня на ИСГИОФАКе. Ну, я считаю, что это очень удачный выбор. Удачный в плане того, что она действительно хороший организатор. У нее большой управленческий опыт и институтом, и большими коллективами. Сейчас она возглавляет институт развития и образования Кировской области. Она очень, ну, как преподаватель, я могу сказать, очень требовательная. Как председатель комиссии, куда я вхожу тоже как депутат, она очень вдумчивая, она вникает во все мелочи. Я считаю, что это очень удачно, что выбор остановился на ней, и я думаю, что она принесет пользу в данном направлении. Раз вы вместе работаете в одной комиссии, эта комиссия как раз социальными вопросами занимается, тут тоже недавно было очередное заседание этой комиссии, разбиралась в том числе проблема детского летнего отдыха, и вскрылись тоже факты, которые непонятно, почему не прорабатывались раньше. Посвятите нас, пожалуйста, эту историю. Вскрылись факты, например, у нас не хватает мест. Я считаю, что желающих отдохнуть в детских лагерях детей больше, чем мы можем предоставить. У города есть два лагеря. Помимо этого, один находится в Башарова, другой находится за Аганино. Это два действующих лагеря. Еще есть лагерь, который передан был в свое время непонятно зачем горэлектросетям. На сегодняшний день они, горэлектросети, это стопроцентное муниципальное предприятие. Они вложили достаточно большое количество средств в этот лагерь, но почему-то этот лагерь до сих пор не запущен, и дети там не отдыхают. Вопрос на комиссии был именно этот. То есть, как нам пояснили, что не может быть он запущен из-за того, что там нет скважины. Но цена вопроса скважины, ну это там, не знаю, 200-300 тысяч рублей, и там могли бы отдыхать дети. Мы на комиссии постарались в этом вникнуть и разобраться, и сделали обращение, чтобы хотя бы, может быть, там одна смена, но чтобы в этом лагере произошла. Потому что деньги вложены, деньги вложены муниципально, и в конечном итоге лагеря не работают, а просто простаивают, там оплачивают каких-то сторожей, которые в год проедают больше, чем стоимость этой скважины. Ну, для меня это вообще как бы непонятно. А какие действия еще будут предприниматься? Действия в том, чтобы, значит, было принято решение депутатами выехать и осмотреть данный лагерь, и обратиться к администрации, чтобы выделить деньги, тем более это не такие большие деньги, чтобы сделать отдых детей, тем более лагерь, вот он стоит, и то, что он где работает, ну, мне кажется, это какой-то... Это опять все вопросы по неэффективному управлению или там... Да, я считаю, это неэффективном управлении, это вот как раз те вопросы, потому что, ну, на мой взгляд, большинство чиновников – это вот прийти, отсидеть с 8 до 5 и уйти. А чиновников администрации вы так оцениваете? Администрации в том числе, да. В том, чтобы что-то сделать, что-то создать, что-то созидать, ну, там таких единиц, поэтому я думаю, что это как раз именно этот вопрос. Я могу сделать вывод, что вы ожидаете больших кадровых перестановок и решений в городской администрации? Потому что вы характеризуете администрацию как неэффективную сейчас. Я считаю, минимум всех тачальников управления, всех замов действующих, которые были при предыдущей власти, их, на мой взгляд, их нужно поменять. Поменяет их, не поменяет, это уже Илья Вячеславович принимает решение. Но я считаю, что это настолько бесполезные, неэффективные чиновники, что, ну, если они вот на своем месте уже находятся много лет, и вот, как нам объясняли, вот Кашурников же, он очень опытный. Ну, да, очень опытный. Ну, а вот он результаты вот этого опытного смысла. Тогда, может быть, лучше не очень опытного, но у того, у кого есть цель что-то сделать, что-то улучшить, и что-то именно создать и как-то проявить себя, может быть, в таком плане, а не каких-то опытных, которые сидят там годами, и эффективность от них, я считаю, ну, не то, что ноль минус. И здесь встает вопрос, где же их взять? Действительно, скамейка, так скажем, кадровая скамейка, она очень маленькая, потому что у нас, если говорить про местную, ну, у нас на сегодняшний день даже отток из города, он очевиден, он есть. Это даже официальные данные Кировстата. А Кировстат, как мы понимаем, они же опубликуют только те данные, кто снялся с учета, уехал и сказал городу до свидания. А сколько еще тех, кто где-то реализовывает себя там в других городах, там этот же Нижний Москва, Питер, и до сих пор остается зарегистрированным здесь. Как убедить людей сюда возвращаться? Ну, я, честно говоря, не готов сейчас это сказать. Это, наверное, задача, в первую очередь, региональной власти, но на сегодняшний день я считаю, что уехали именно те, кто мог как раз заменить вот этих, так скажем, тирадивых бездельников в администрации на более эффективных, может быть, молодых каких-то саморебят, потому что уезжают все равно это те, кто уверен в себе, кто может самореализоваться в другом городе, то есть их пугает какая-то неизвестность. То есть вот именно это как раз те люди, которые нужны и в экономике, и в администрации, и в принципе везде. Ну и на полминуты перед перерывом комментария. А как вы относитесь к пресловутым варягам? Я считаю, вообще слово варяг, это, ну, я не очень его понимаю, это какой-то из истории, но если люди приезжают из другого региона, значит, они приезжают со своими мыслями, со своими идеями, то есть они приезжают из благополучных регионов, то есть если говорить, допустим, если можно сказать, что давайте, допустим, бомб только местных. Хорошо, у нас есть главный архитектор города, она приехала из Слободского много лет назад. За это время, ну, я считаю, город просто изуродовали. То есть, ну, если человека привозят главного архитектора, который создаёт историю города, который создаёт лицо города из Слободского, где было красивое последнее здание выстроено при царе, да, то я считаю, вот таких местных нам точно не надо. А приезжать, если люди приезжают из более благополучного города, и они знают, они видят, как лучше там, то, может быть, у них и получится сделать лучше здесь. Прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, вы слушаете «Особое мнение» Дениса Ерохина. «Особое мнение» на 101FM Да, действительно, продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает сегодня Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает Денис Ерохин, депутат Кировской городской думы, председатель комиссии по ЖКХ транспорту, экологии и жизнеобеспечению. 18 мая Орловская районная дума приняла решение о запрете ввоза из других районов мусора на полигон ТБО в деревне Антипичи. Мы говорим об этом здесь в эфире, потому что это касается и нас тоже. Это всё в копилку мусорной реформы и непонятно, как бы работающие мусорные схемы в нашем регионе. Потому что тут мы в перерыве вспоминали, что несмотря на то, что пресловутое разрешение на использование Костинской свалки давно закончилось. Продление до 2022 года. Да, но до 2022 года. Постоянно продляется, а полигон переполнен. Тут ещё и заканчивается маим месяцем множество разрешений на строительство полигона в Осенцах. И мы опять в тупике. Так вот, 18 мая Орловская района Думы приняла такое решение. И, кстати, инициатором принятия этого решения и обсуждения этого решения выступил ваш коллега по ЛДПР Роман Крутиков. Решение было озвучено громко, всеми абсолютно смея. И дальше последовало предупреждение, что решение такое незаконное, что не могут депутаты отдельно взятого района закрыть этот район для ввоза мусора с территории других районов, в том числе, возможно, из Кирова, я не знаю. Но, тем не менее, и лидер кировского отделения партии Кирилл Черкасов говорит о том, что будет оказывать всякую помощь и депутатам Думы, и жителям района в решении этого вопроса. Что вы думаете об этой ситуации? Я просто озвучу, что сказал Черкасов. Жители Орлова сами вправе решать, повезут ли мусор в их район или нет. Я считаю, даже если оно незаконное, то есть, насколько мне известно, прокуратура вышла с обжаланием по данному вопросу, но я думаю, что оно, в принципе, логично, и это нельзя, мне кажется, это понимают все, в том числе и те, кто его обжалят на незаконность. Если сейчас в Киров повезут мусор, например, из какого-нибудь соседнего региона, как вы думаете, жители будут, согласно, я думаю, что нет. Поэтому я думаю, что, тем более, учитывая то, что там полигон такой какой-то не очень качественный, не очень понятный, периодически он, там буквально недавно было возгорание на данном полигоне, и дышит этим, этой гарью от корячих свалок, в первую очередь, жителей Орлова, и поэтому логично, что и само им принимать данное решение. И если там превратить из Орлова, свозить со всех ближайших регионов, вернее, районов, сделать там одну свалку, я считаю, в первую очередь должно учитываться мнение жителей данной территории. Это, в принципе, логично, и я считаю, что так должно быть. Какова перспектива решения этого вопроса, на Ваш взгляд? Я сейчас не готов сказать, потому что я не... С одной стороны, я понимаю, что если прокуратура выходит, значит, действительно, нарушение законодательства есть. Ну, а чем закончится данная история, я думаю, что, ну, увидим. Но я считаю, что вряд ли жители будут согласны с тем, что их там обяжут, заставят принимать пуссор со всех ближайших районов. Ну, не знаю, мне кажется, это нелогично, и нельзя этого допускать. Это мое мнение. Ваш коллега, которого я уже упомянула, Роман Крутиков, сказал, что депутат Госдумы Кирилл Черкасов пообещал поднять вопросы о горящей свалке под Орловым на федеральный уровень, и только тогда региональные чиновники зашевелились, и пожар, который Вы упоминали, там был локализован. Вот такие действия властей по поводу различного рода полигонов, как можно оценить? Я считаю, мы вот о чем говорили в начале передачи о неэффективности администрации, если мы говорим в областном центре, куда, в принципе, съезжаются со всех районов, и у нас, так скажем, заменить особо неким бесполезных и неэффективных чиновников, то проблема в районных центрах, она стоит еще более остро. Поэтому я считаю, проблема в этом же самом, в неэффективности местной районной власти, которая довела данную проблему до такого состояния, что сейчас вот уже об этом знают на федеральном уровне. То есть это вполне можно было сделать, вполне можно было привлечь каких-то хороших, качественных инвесторов, может, какой-то местный бизнес, те, кто организует нормальные, качественные полигоны с какой-то сортировкой, с каким-то там еще что-то. Ну, у нас же это не делается. У нас вот взяли поле и валим туда. То есть, ну, получаем то, что получаем, поэтому... Вопрос, кстати говоря, реализации вот этой самой реформы, новой схемы утилизации отходов постоянно обсуждается и в наших эфирах, и мнения людей делятся. Кто-то говорит, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы региональным операторам был только бизнес, обязательно необходимо участие муниципальных властей, участие государства. Кто-то говорит, что самое неэффективное, что можно придумать, это в данном случае притягивать за уши государственное участие, потому что бизнес тогда не будет вкладываться, в должной мере не будет инвестировать, и в итоге не построим мы ни полигоны, ни сортировку, ни переработку. Вы склоняетесь к какой версии? Я считаю, что у нас по региональному оператору в данном вопросе есть золотая середина, потому что у нас региональным оператором стало, так скажем, предприятие, которое на 60% принадлежит городу, куприть, ну, это, наверное, плюс, потому что я считаю, что действительно может быть перекос, и как если это будет 100% государственное предприятие, так и тем более там частный бизнес все равно, так или иначе, бизнес будет побеждать. Насчет строительства полигонов, я считаю, что неизбежно приглашать, зазывать, заинтересовывать инвесторов, чтобы это были именно не поле завалено мусором, то, что мы сейчас видим в Костино, да, там, скоро из Кирова, с центра города будут видны эту гору. Еще продляют нас до 22-го года, хотя это были должны закрыть в 2007-м, насколько я помню. Потом в 2017-м, в 2022-м, я думаю, что еще, возможно, будут продлять, не удивлюсь. И у нас будет самый высокий горнолыжный курорт в окрестностях. Да, по крайней мере, по проекту рекультивации у них, по-моему, именно это и написано. Ну, я считаю, что в строительстве полигонов в первую очередь должен принимать участие бизнес, потому что мы сейчас дошли до такой ситуации, что с 1 января квитанции нам по ящикам всем раскидают, надо будет что-то оплачивать. А у нас нет ни полигонов, у нас полигон, который давным-давно надо закрыть, и люди от него страдают. Ближайшие населенные пункты, это же Костино, то есть они от него страдают. То есть, получается, людям будут вынуждены платить и в то же время за него страдать. Поэтому я считаю, что это немножко поздновато, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. И сейчас надо активными темпами заниматься строительством каких-то перерабатывающих заводов. Да, у нас осталось буквально две минуты, и я хотела бы, чтобы вы прокомментировали слухи о задержании бывшего директора аэропорта Победилова. Коллеги наши с одного из телевизионных каналов выдали информацию, что он задержан, коррупционная схема, вывод чуть ли не 30 миллионов рублей. Но правоохранительные органы эту информацию пока не подтверждают. Я думаю, это просто какой-то фальш-старт. Ваших коллег, поэтому надо просто дождаться результатов проверки и посмотреть, чем это закончится. Но фальш-старт имеет под собой в виду, что это правда, только чуть-чуть рано. Или это все-таки узко? Я думаю, что если дыма без огня не бывает, то учитывая то, что мы доблюдаем в городе, то, что мы видим истории, которые скрываются, в том числе и областные, я думаю, что это имеет под собой какую-то почву, и вряд ли бы ваши коллеги взяли это просто из воздуха. Наверняка это какая-то информация, которая просто надо дождаться какого-то логического конца. Либо подтвердится, либо нет. Это специальный слив какой-то, как вы думаете? Об Алексее Легконравове речь идет? Я не думаю, что это специальный слив. Я думаю, что кто-то поторопился, потому что действительно же это интересно. Да, его, кстати говоря, как сказал Первый городской канал, подозревают в хищении 30 миллионов рублей. Еще раз отмечаем, что пока что следственное управление не подтвердило эту информацию. Ну и не опровергло. Ну и не опровергло, да. Ну что, заканчиваем наше особое мнение. Я благодарю за участие Дениса Ерохина, депутата Кировской городской думы, председателя комиссии ПЖКХ транспорта, экологии и жизнеобеспечения. Программу для вас провела Светлана Занько. Хорошего дня. Всего доброго. Особое мнение на 101FM